Всем привет! Меня зовут Анастасия Кузнецова и я представляю вам 8 урок в курсе монтаж видео в Adobe Premiere на канале LoftBlog. В этом видео мы с вами научимся выводить наш проект в готовый файл, который можно, например, загружать на YouTube. После того, как вы сделали монтаж своего видео, склеили, наложили эффекты, переходы и поработали с музыкой и звуком, теперь нужно вывести его в готовый файл. По умолчанию вы выводите файл весь таймлайн, начиная от первого клипа и заканчивая последним. В Premiere есть возможность вывести только часть таймлайна. В этом меню маркеры есть такие пункты с горячими клавишами. Место, где начинается нужный вам отрезок, называется точка входа, а где заканчивается, соответственно, точка выхода. Здесь есть также горячие клавиши перехода к точкам выхода и входа. Можно поставить управляющий курсор на таймлайне в нужное место и нажать горячую клавишу I. Тем самым пометим вход. Затем передвинуть курсор в нужное место и нажать горячую клавишу O. На таймлайне появится серая область, обзначающая область вывода клипа. Ее можно двигать за края, а также можно всю целиком передвинуть. Если навести сюда, и вы увидите, что курсор изменился на руку. Теперь можно передвигать область. Можно еще выбрать все клипы, которые вы хотите вывести, и нажать на точку на клавиатуре. И область подстроится под клипы сами. Можно также поставить курсор над выбранным клипом и нажать на X, и выделится область именно этого клипа. Зачем может понадобиться вывести часть клипа? Возможно, вы на одном таймлайне склеиваете несколько видео. Или, например, вы наложили очень много разных эффектов на клип, и у вас очень много клипов, что аж премьер подтормаживает при просмотре. То вы можете вывести только отдельный кусок, чтобы посмотреть в действии все эффекты. Например, здесь над этими клипами на таймлайне желтая полоска. Значит, на эти клипы не были наложены эффекты. А здесь красная полоска. Здесь есть непроанализированные эффекты на клипах. Можно вывести в готовый файл эту область. Это весьма актуально для маломощных компьютеров. Но также вы можете выделить эту область и нажать Enter. И тогда просчет эффектов произойдет прямо в программе. И вы сможете уже здесь посмотреть этот кусок без задержек. После того, как вы выбрали область или наоборот не выбрали, кстати, удалить область можно тоже в меню Маркеры, меню Очистить точку входа и выхода, и область таймлайна исчезнет. Так вот, после этого можно нажать меню File, Export, Media Content или горячая клавиша Ctrl-M. Открывается окно Экспортирования, где можно настроить свойства выходного файла. В левой части есть вкладки Источник и Вывод, где вы можете увидеть, чем будет отличаться выходное видео. Например, могут возникнуть черные поля, если формат выходного видео не соответствует Источнику. Кстати, Источник – это ваше видео и ваши настройки эпизода. Здесь также можно изменить масштаб отображения, а на этой полосе видно, что мы вырезаем только отрывок из таймлайна. Можно также потыкать здесь и посмотреть кадры из видео. И самая главная часть находится справа. Первая галочка позволяет подобрать параметры вывода на автомате. Но ее не очень удобно использовать, потому что она не так, как надо настраивать параметры обычно. Самое важное – подобрать правильный формат вывода файла, чтобы он читался на других ноутбуках и загружался нормально в YouTube. В выпадающем меню формат находится разнообразные форматы. Если у вас их количество отличается, то, скорее всего, у вас стоят или не стоят дополнительные кодеки. Или у вас обрезанная версия премьера. Самый распространенный формат вывода для видео – это H.264. Он может сжать ваш файл до небольшого размера, при этом потери качества будет практически не видна. О качестве мы поговорим чуть позже. Здесь также в меню есть, например, MP3 и WAV для вывода только аудио. Кстати, когда вы выбираете формат видео, здесь меняется расширение файла, и можно увидеть, в каком конечном расширении выведется ваш файл. Например, формат QuickTime выводят в расширении Move. Далее можно выбрать шаблон настроек. Но, в принципе, и без этого пресета можно настроить вывод. Кстати, это окно запоминает те настройки, которые вы использовали при предыдущем выводе. Нажимаем на имя выходного файла, чтобы сохранить его в нужную папку и назвать, как нам надо. Важно называть ваш выходной файл наиболее приближенно к названию видео. Особенно, если вы будете загружать видео на YouTube. Он любит, когда название файла соответствует названию видео. Две галочки означают вывод видео и аудио. Если вам не надо выводить что-то из этого, уберите ненужную галочку. В сводке можно посмотреть параметры эпизода и параметры выходного файла. Premiere любит, когда эти параметры совпадают как можно больше. Если они не совпадают, время кодировки может затянуться. Вообще, время кодировки также зависит от мощности вашего компьютера. В принципе, из этих вкладок нам нужно только видео для настройки. Кнопка с атрибутами исходного файла выставляет как раз настройки в соответствии с настройками эпизода. Но любой из них можно изменить, если убрать галочку напротив свойства. Здесь настраивается ширина и высота вашего видео. Мы, например, можем поставить 1280. Эта кнопка сохраняет пропорции видео. То есть, если я меняю ширину, то и высота меняется. Если я уберу связь, то могу менять высоту от ширины независимо. И в окне просмотра, как видите, выходного видео, можно увидеть, что возникли черные полосы. Практически все эти параметры мы обсуждали в уроке, где я рассказывала про создание эпизода. Если вы там их настроили правильно, в соответствии с отснятым материалом, то здесь можно их не настраивать. На сегодняшний день существует две технологии вывода видеосигнала. Чересстрочная развертка и прогрессивная развертка. Чересстрочная развертка изображений была разработана для электронно-лучевых телевизионных мониторов, состоящих из 576 видимых горизонтальных линий стандартного телевизионного экрана. При построении изображений экран делится на четные и нечетные строки, и по очереди обновляет их 30 раз в секунду. Небольшая задержка между обновлением черных и нечетных строк создает некоторое искажение за зубренность. Искажение обусловлено тем, что обновляется только одна половина движущегося изображения, а вторая ждет своей очереди. То есть при движении объекта в видео по бокам видна некая гребенка. В прогрессивной же развертке такого разделения на полосы нет, и гребенки при этом не видно. Чересстрочная развертка используется до сих пор на аналоговом телевидении, так что если вы делаете ролик ДТВ, то вас попросят при выводе сделать верхнее или нижнее поле первым, что и означает чересстрочную развертку. Пропорции мы выбираем квадратные пиксели, то есть видео как есть, так и будет отображаться. Другие значения по-другому отображают соотношение сторон видео. В России используется формат PAL. Рендеринг при максимальной глубине нужен, если вы снимали видео на очень дорогую камеру, и глубина картинки в ней очень большая. Поставьте эту галочку. Ну и самое важное – это качество вывода видео. В меню «Кодировка» стоит один проход, но если у вас в видео есть много движения, то нужно выбрать два прохода, которые намного лучше проанализируют двигающееся видео. Но зато время вывода файла увеличится. Это качество видео. От этих цифр зависит размеры вашего файла. Для лучшего сжатия используйте значения от 6 до 10, а для лучшего качества – от 10 до 14. Первая полоса обозначает, к какому качеству будет сжиматься видео, а вторая полоса – для кадров, в которых много информации, например, насыщенное движение. В этих моментах качество будет увеличиваться до этого значения. Так что размер выходного файла может немного отличаться от написанного здесь. В принципе, мы больше ничего не трогаем. Внизу есть две кнопки – «Экспорт» и «Очередь». «Экспорт» запустит сразу же в этом окне «Экспорт файла», и «Премьер» будет недоступен для дальнейшей работы, пока «Экспорт» не закончится. Если же нажать «Очередь», то открывается программа Adobe Media Encoder. Она отдельно устанавливается на компьютер, в который можно запустить вывод целого ряда роликов, и при этом «Премьер» доступен для работы. Давайте, например, из одного эпизода выведем несколько областей. Выделим первую область вывода. Нажмем «Контрол-М» и выберем «Очередь». Теперь в «Премьере» выберем другую область и также экспортируем ее в «Очередь» и так далее. Теперь у нас в программе несколько роликов на вывод, и мы можем нажать «Плей», чтобы запустить очередь вывода. Здесь вы можете видеть прогресс и видеть даже кадры, которые в данный момент экспортируются. На этом наш восьмой урок закончен. С вами была Анастасия Кузнецова, канал LoftBlog. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok